Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 53 нарушения правил дорожного движения. Два автолюбителя не предоставили преимущества движения пешеходам, 12 пренебрегли ремнем безопасности, шесть проскочили на запрещающий сигнал светофора, три водителя были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, двое перевозили детей без удерживающих устройств, три автолюбителя были оштрафованы за чрезмерную тонировку автомобиля и шесть за нечитаемые госномера. Зафиксировано два нарушения правил поведения на дороге со стороны пешеходов и одно со стороны водителя автобуса. Помимо этого, сотрудники ГИБДД два раза выезжали на дорожно-транспортные происшествия. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамск, были зафиксированы одно мелкое хищение, два мошенничества, один факт сбыта наркотиков и четыре административных правонарушения. 29 раз нефтекамцы обратились в дежурную часть полиции по поводу шума, драк и скандалов. Бригады скорой помощи за прошедшие сутки совершили 169 выездов. Из них по поводу получения травм к медикам обратилось 9 человек. 30 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксировано 4 выезда, связанных с криминалом. Кроме того, 11 человек обратились в скорую с признаком алкогольной интоксикации организма. Два выезда оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 8 малышей, 4 мальчика и 4 девочки. Я не сделала домашнее задание, потому что у меня зуб болит. Сияй перед началом учебного года белоснежной улыбкой и получай одни пятерки. Только в августе ваша стоматология проводит отличную акцию. Если ты школьник, студент, предъяви свой студенческий или дневник и лечи свои зубки с хорошей скидкой. Ваша стоматология. Стоматология на 5 с плюсом. Нефтекамск. Ленина 31. Зубки лечить не страшно.